Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Купила клубнику в садовом центре в марте. Клубника продавалась по распродаже с открытыми корнями, вот так, всего по 19 рублей за корень. В прошлом году уже покупала точно такую же клубнику, осталась довольна. У продавца уточнила, это клубника фрего? Да, фрего. В прошлом году сняла фильм о клубнике фрего. Ссылку оставлю в конце фильма. Если коротко, то рассада фрего это не название сорта, а обозначение посадочного материала земляники, заготовленного особым образом и прошедшего специальную обработку холодом в контролируемых условиях. Сейчас высадить эту клубнику в грунт все равно, что выбросить. Все время говорю клубника, потому что привыкла так называть это растение, хотя правильнее, конечно же, говорить земляника, но извините. Как буду сохранять? Первый и самый простой способ. Взять эту клубнику, положить в пакет, плотно укрыть и убрать в холодильник на полку, где есть 1 градус тепла. Не у всех есть такая возможность. У меня, например, полки с такой температурой в холодильнике нет, поэтому буду сажать. В прошлом году выращивала точно такую же клубнику. Для того, чтобы посадить в пол-литровый стакан, пришлось корни обрезать. Клубника фрего сильно отличается от обычной клубники, хотя бы потому, что стартует очень резко, очень быстро. Вот посмотрите на эти растения. Это немножечко удачнее сорт, чем вот это купила 14 марта по дороге на дачу. Зеленых листочков совершенно не было, было вот как-то вот так вот. А корни хорошие. И только на следующий день, 15 марта, положила корни в воду на пару часов, чтобы они как следует напитались водой. И в тот же день, 15 марта, посадила их в пеленки. Вот в такие пеленки. Посмотрите, как это было. Взяла обычный пакет. Разрезала его. Получила прямоугольник. Насыпала немного земли. И на землю. Аккуратно разложила растения. Корни и землю увлажнила. И затем завернула, как в пеленку. Край заклеила скотчем и подписала. Но такую конструкцию хранить неудобно и нет возможности поставить вертикально. Поэтому буду хранить ее, положив почти горизонтально, но под небольшим углом. Сегодня 19 марта. То есть прошло всего 4 дня. Клубника начала активно расти. Конечно, за такими пеленками не очень удобно ухаживать. Поэтому часть клубники, конечно, оставлю расти в пеленках. Какую-то часть посажу в пол-литровые стаканчики. Предварительно обрезав корни, как показала ранее. И какой-то клубнике повезет, посажу ее в двухлитровые горшки. Вот старые горшки из-под розы. Это, конечно, идеальный вариант взять двухлитровый горшок и посадить в него клубнику. С грунтом обычно не заморачиваюсь. Все беру на глаз. Немного огородной земли, столько же компоста и торфа в два раза меньше. Конечно, всю клубнику в такие горшки нет возможности посадить. И места они займут много. И земли потребуется ого-го сколько. Вот посмотрите, что получилось в итоге. Всего купила три сорта по четыре растения. Это сорт Эль Санта. Ягода не очень крупная, но очень вкусная и урожайная. Оценивается, вкус оценивается на 4,7 балла по пятибалльной шкале. А урожайность 100-150 килограмм с гектара. Сколько это будет с куста, я не знаю. Интернет говорит, что эта клубника по многим параметрам признана эталонным сортом. И на протяжении долгих лет остается лидером коммерческого ягодного рынка Европы. Была выведена в Голландии еще в 1975 году. Сорт неприхотлив и, что очень важно, Если почва не истощена, то ни в каких подкормках этот сорт не нуждается. А раскормленная клубника реагирует сильным образованием усов и ухудшением вкуса ягод. Для этой клубники более важен полив, так как она влаголюбива. И плохо реагирует на жару выше 30-35 градусов. Сорт слабо подвержен серой плодовой гнилии. Еще один сорт называется полка. Известный старый сорт, выведен также в Голландии, считается высокопродуктивным. И одним из лучших по вкусовым качествам ягод. В числе достоинств полки это выносливость и неприхотливость. Ягода крупная 40-60 грамм, а урожайность куста может быть до 2 килограмм. Дегустационная оценка 4,8 балла. Сорт устойчив к мучнистой росе и толерантен к серой плодовой гнилии. И третий сорт Корона. Надо же, сначала купила и только до меня дошло, какой сорт я выбрала. Корона также известный голландский сорт. Ее считают одной из самых вкусных. 5 баллов вкус оценивается. Ягода среднего размера до 30 грамм и урожайность куста до 2 килограмм. Замечено, что сорта клубники голландской селекции в средней полосе обычно зимуют не очень хорошо. Но этот сорт зимостойкий. И к достоинствам сорта Корона относят высокую устойчивость к бурой пятнистости листьев и толерантность к мучнистой росе. И, конечно же, как только погода станет более стабильной, но, думаю, все равно не раньше середины апреля пересажу эту клубнику в грунт. А у меня на сегодня все. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова